Всем приветик! Сегодня я вышивала вот такой вот замечательный новогодний сапожок. Ссылочка на темку, где находятся другие работы участников и где можно найти дизайн, я оставлю как обычно в описании под видео. Не забываем туда заглядывать. А также не забываем подписываться на мой канал и ставить лайки. Ну а я приступаю к вышивке. Итак, дизайн я уже загрузила в машинку. Его я сначала переделала под себя в программе. Изменилась стыковочную линию. Там она была немножко сделана по-другому и другая последовательность вышивки была. Сначала вышивалась верхняя часть голенища, а потом уже низ. Я буду вышивать наоборот. Сначала низ, а потом голенища. Если кому-то будет интересно, как я изменила дизайн, какие изменения я в него внесла, напишите в комментариях под видео или поставьте лайк. Я буду знать, что вам это интересно. Я обязательно выложу такое видео. Итак, для вышивки нам понадобится пяльца. Дизайн не помещается в одни большие пяльца. Кстати, для тех, кто спрашивает о машинках, в чем преимущество. Преимущество машинок в больших пяльцах. Вроде бы сапожок небольшая вещь, но в мои пяльца он влазит в двух частях. Хотя у меня в бытовых машинках одни из больших пялец. Вот так. Ну что ж, понадобится пяльца. У меня 200 на 360. Я вышила уже стыковочную рамочку. Запялила, кстати, вышивальный флизелин. Отрывной. Укрепила, как обычно, дополнительно, кроме клипс, булавочки. И понадобятся ниточки. В данном случае белые и красные. Ну, вернее, не белые. В моем случае они такие более молочные и красные. Сапожок у меня сам будет красный. Есть вот такой вот кусок красно-рыжего какого-то. Красного цвета. Не помню, с чего он остался. Какой-то кусок крепа. Также понадобится сыпица. Также понадобится, в моем случае, небольшой кусочек сатина. Это наверх сапожка. Нет у меня больше ничего более подходящего. Понадобится какая-то подкладочная ткань. Я буду использовать, опять же, обрезки бязи. Все хранится, все складируется. Надо когда-то это все использовать. Или выбросить, даже не знаю. Ну, пока использую. Также понадобится синтепон или Slimtex. У кого что есть. У меня вот такой вот синтепон. Мне он кажется тоненький. Поэтому я попробую вышить два слоя. Чтобы был пухленький сапожок. Итак, рамочку я уже вышила. На рамочку я ложу сначала подкладочную ткань. Вышиваться будет у меня нижняя часть. И то есть сапожок будет идти вот так. Поэтому надо внимательно положить ткань, чтобы ничего не перепутать. Ткань будет идти вот так. У меня как раз вот обрезки. Надеюсь, мне хватит. Дальше я ложу синтепон или Slimtex. Не помню уже, что это такое. Два слоя. Опять же. Я отрезала его по размеру дизайна. То есть я в программе сложила оба дизайна. Вместе определила размер готового изделия. И вырезала с запасом, конечно. И ткань, и синтепон. Так, чтобы был запас. Вот. И ложу ткань или кладу. Не важно. Ребятки, у нас не урок русского языка. Так. Вот таким образом. Лишнее, что будет свисать, я подкалю. И сейчас это все я зафиксирую по периметру булавочками. Чтобы держалось. Потом дополнительной машинке я опять пройдусь рамочкой. Сейчас буквально пару булавочек. Затем на маленькой скорости машинки буду немножко подтягивать ткань и зафиксирую ее. Пока. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ткань зафиксировалась, дальше я меняю ниточку на белую и продолжаю вышивку до конца. Вышивка нижней части, сапожка закончена. Красиво очень получается, мне нравится. Вот эта вот вышилась строчка для стыковки дизайна и она будет удаляться. Она вышилась белыми ниточками, надеюсь вам видно. Потом она распорится и ее в дизайне не будет. Дальше я вынимаю пяльца с машинки, затем вынимаю все с пялец. Запялил пяльца еще раз. И будем вышивать вторую часть. Запялила заново пяльца, начала вышивать стыковочную линию. И вот случилась такая вот оказия, иногда бывает, не знаю почему, где-то цепляется ниточка и прорывает стабилизатор ниткой, затягивает прямо ее. В таких случаях я возвращаюсь обратно и просто под низ подкладываю кусочек стабилизатора. И начинаю вышивку заново. Вот так выглядит нижняя часть сапога. Я удалила лишнюю наметочку, осталась только линия для стыковки. Вот так выглядит с изнанки. И вот синтепон на продолжение. В принципе, я смотрю, что можно было вниз не ложить бязь, а вышивать сразу со стабилизатором. Просто синтепон ложить на стабилизатор или класть, неважно. Вот. Все равно потом будет подкладочка внутри. Но я уже так вышиваю. Так уже и будет. Дальше. Вышила стыковочная линия. И теперь нужный сапожок состыковать по этой стыковочной линии. Не знаю, вам будет хорошо видно или нет. Вот здесь идет вот эта вот линия. И я ее точно в программе повторила. Вот здесь вот она у меня идет. Мне нужно просто соединить уголочки вышитой части с контуром в пяльцах. Пока я просто наколю. И потом уже зафиксирую. Теперь этот уголочек. Как вам показать. Вот он здесь. И я его должна совместить с уголочком. Вот этим. Очень тяжело показывать. Вот так я должна его совместить. Фиксирую. И осталось совместить еще вот эту вот сторону. Нахожу здесь уголочек. И совмещаю с уголочком вот здесь. Фиксирую. Сейчас зафиксирую еще вот это. Не хочет вылазить. Не хочет вылазить. Ковочка. Надо поменять булавку. Потому что цепляет ткань. Вот. Дальше я ткань просто разровняю. Подтяну. Сначала зафиксирую булавочками. А затем зафиксирую рамочкой. По контуру вышивки. Конечно же можно опять вышить вот эту вот линию. И проверить как состыковалась. Здесь я просто руками придержу. Эту часть лишнюю. Которая висит ткань. Я смотаю. И тоже зафиксирую. Чтобы она никуда не попала. А то бывает под пяльца вдруг залазит. Сейчас я перенесу эти булавочки. Для того чтобы проверить. Потому что они попадут под вышивку. Можно воспользоваться клеем. Временной фиксацией. Можно воспользоваться малярным скотчем. Есть лента на которую клеят. Я как вы знаете. Фиксируя так. Сейчас еще с этой стороны. И отправлю вышивать. Практически сошлось. Сейчас вернусь немножко по стежкам. Еще раз проверю. Надеюсь вам видно. Как идет. Вот только вот в этом месте. Мне нужно чуть-чуть подтянуть ткань. А в остальном все отлично. Сейчас я немножко подтяну. И можно будет фиксировать рамочкой. Я все-таки решила вышить вот этот вот контур. Показать. Вот видно да. Что вот этот вот контур прошелся. И вот он сошелся. Вот в этом месте. Буквально вот небольшой участок. Пару миллиметров. Но в данном дизайне это не страшно. Вот так прошла стыковка. Итак, вышелась фиксирующая рамочка. Вышелся контур в верхней части сапожка. Дальше нужно на вот эту вот часть положить кусочек белой ткани. В моем случае это сатин. Чуть изнанку не положила. Положить так, чтобы он перекрывал строчечку. Я буду просто придерживать руками. Фиксировать не буду. И продолжу вышивку. Выскочила ниточка. Здесь есть заправка для ниток. Но я так привыкла по старинке, что никак не могу привыкнуть к этой штуке. Ну, кому удобно, может пользоваться. Скорость я сделала небольшой, чтобы, если что, можно было успеть среагировать. Обычно нюансов не проходит никаких. И дальше я буду продолжать вышивать красными ниточками. Затем нужно будет обрезать вот эту вот ткань. Но это я сделаю после того, как вышится здесь узор. Ну вот, закончила. вышивка верхней части. Сейчас вышится зигзаг вот здесь. После которого нужно будет отрезать вот эту вот ткань. Ну вот, я увлеклась немножко процессом и начала вышивать валик. И забыла отрезать лишнюю ткань. Отрезаем ткань только вот здесь. Больше нигде ее не трогаем. Потому что здесь нужно будет оставить припуски на швы. А где идет валик, ее нужно срезать близко к строчке. Аккуратно. Сейчас я ее срежу и отправлю вышивать глазевой валик. Вышивка закончена. Вот такая красота в итоге получилась. Я достала пяльца с машинки. Дальше нужно снять все это с пялец. Убрать лишние строчки. Вырезать по контуру, оставляя припуски на швы. И, конечно, сшить сапожок. И так, я уже вырезала сапожок по контуру. Оставила припуски на швы. Между верхней и нижней тканью я постаралась срезать лишний синтепон, чтобы он не мешал и не создавал ненужную толщину. И вырезала заднюю часть сапожка. Она у меня будет просто из этой же ткани. Хотя при желании можно вышить точно такую же деталь, только в зеркальном отражении. И сделать его с обеих сторон красивым вышитым. Но я думаю, что можно и без этого. Дальше понадобится ткань подкладки. Я буду использовать вот такую вот новогоднюю бязь. Я уже вырезала по контуру сапожка. Две детали лицом к лицу сложила. И можно, конечно, верхнюю часть, вот в этой части, сделать тоже из основной ткани. Но я считаю, что ткань не так красивая новогодняя. И даже если ее будет видно, то мешать она не будет. Еще понадобится какая-то веревочка, ленточка, тесемочка, что у вас есть для того, чтобы в этом месте прицепить вот такую вот петельку, за которой можно будет цеплять сапожок там, где вам понравится. У меня подходящей ленточки нет. И я сделала из той же бязи. Отрезала просто полоску шириной 3 сантиметра и загладила ее как беечку. Дам здесь строчечку и вошью в уголочек. Собирать сапожок можно по-разному, кому как удобно. Я буду собирать отдельно. То есть, каждую часть, верхнюю часть и подкладку сначала сошью по вот этому вот шву. Здесь есть шов от дизайна верхний и прямо по нему я дам строчку. Затем отверну и по подкладке дам техническую строчку. И точно таким же образом сложу лицом к лицу подкладку и стеночку сапожка. И тоже сошью по верхней части голенища. Правильно это называется? Голенища. Так. Я, конечно, уже сделала на одном. У меня их будет два. Сапога должно быть два. Вот. Вот так выглядит шов. Строчку я техническую проложила по подкладочке. Дальше нужно соединить одну часть со второй. Подкладка с подкладкой. Лицевая часть с лицевой частью. По контуру полностью дать строчку. Я буду строчить по стороне, на которой вышивала. С этой стороны здесь видно строчку по контуру. И по ней я дам строчку на машинке. На подкладке нужно не забыть оставить небольшое расстояние незашитым, для того, чтобы можно было вывернуть. Оставить его можно либо внизу сапожка, либо где-нибудь сбоку. И обязательно вшить петельку. Петельку нужно вшить вот в этом месте. Вот так. Ну, конечно, затем нужно сапожок вывернуть, расправить его, сделать незабыть надсетечки на местах закругления и наслаждаться красотой. Сейчас я все это сошью. Посмотрим, что получилось. Ну, вот такая красота в итоге получилась. Я пришила подкладку. Здесь я еще не приминала. Нужно примять ручками и оно будет держаться. При желании можно зацепить иголочкой прямо там, где стежок идет и оно вылазить не будет. Ну, вот здесь я вроде бы примяла. Более-менее нормально держится. Слимтекс можно гладить, но я этого делать не буду. Пускай это будет так, как есть. Просто помну ручками, чтобы получился сгиб. Вот так с изнанки. Ну, эта сторона все равно будет к стеночке. Вот так он будет висеть. Поэтому я думаю, что очень красиво. Если видео вам понравилось, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Ну, и пишите в комментариях. Да, и напоминаю, что если наберется какое-то количество желающих, то я сниму видео о том, как я делала стыковку в программе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok